В Калифорнии некоторые районы береговой линии покраснели. Редкое зрелище на сушу выбросило десятки тысяч крошечных красных крабов. Нашествие ракообразных экологи объясняют нетипично высокой для июня температурой воды в этой части Тихого океана. Считается, что температурный скачок не представляет угрозы. Однако ученые все же исследуют эту аномалию. Желающих попробовать крабов предостерегают. Животные могут содержать токсины. На Калифорнийский берег выбрасывает и других обитателей океана – китов. Они тоже умирают в этом районе суши. Ученые и защитники живой природы дают происходящему четкое объяснение. Военно-морские силы США проводят учения с применением гидролокаторов и взрывчатых веществ. Все это сопровождается оглушительным шумом. Потеря слуха приводит животных к гибели. Китам жизненно необходимо слышать, так как они находят пищу и обмениваются информацией. Ученые утверждают, что высокомощные гидролокаторы ВМС США оглушают морских млекопитающих. На самом деле, американские ВМС предупреждали о том, что их системы могут убить около тысячи китов в ближайшие годы, а ранить еще больше. Однако недавно экологи одержали небольшую победу, когда Федеральный суд США постановил, что учения ВМС причиняют вред морской флоре и фауне. По словам руководителя проекта по защите морских млекопитающих, данная проблема не ограничивается американским побережьем. Американские военно-морские силы проводят учения по всему миру, в том числе далеко за пределами территориальных вод США, причиняя серьезный вред местной экосистеме. Например, в прошлом году у острова Крит во время совместных учений ВМС США, Греции и Израиля погибло большое количество китов ремнезубов. Необходимо, чтобы в тех регионах, где риск гибели животных особенно высок, подобные опасные учения были запрещены.